Общественная палата Ленинского района Глава Ленинского района Валерий Венцель поблагодарил общественников за активное участие и отметил высокий уровень взаимодействия и сотрудничества с Общественной палатой Московской области. Беспристрастно, без политической подоплеки рассматривает сложные моменты и, акцентируя на них внимание, тем самым сподбегает и не только органы местного управления, но и, как практика показывает, региональные власти принимать важные решения для общества нашего муниципалитета. В планах общественников наладить более тесную работу с жителями, чтобы те могли выносить какие-либо волнующие их темы на обсуждение. Прием населения будут осуществлять члены профильных комиссий. Общественная палата все-таки сконсолидирована в городе Видное. Нам нужно немножко расширять свое взаимополе, взаимоважение с поселениями, организовать все-таки постоянные выездные приемы населения в поселениях. Такую работу предварительно мы с Вячеславом обсудили. У них уже есть определенные опыты, пилотный проект они уже провели вместе с Олегом Мурашовым по намоченным правам человека. Следующий вопрос – ситуация с бывшей водонапорной башней города Видное. Ее состояние представляет угрозу для прохожих. По стене пошла большая трещина, вследствие чего может отвалиться часть сооружения. Общественники обратили на это внимание, однако на настоящий момент башня находится в частной собственности. Я разговаривал перед выездом, перед совещанием с прокурором, с нашим. Почему-то они перенаправили это в госсантехнадзор, но в госсантехнадзоре наше письмо, которое было в том году направлено, его не нашли. Было принято решение еще раз направить письма во все необходимые инстанции и добиться диалога с собственником здания. Городскую администрацию будем прорабатывать. Есть практика приостановления имущественных отношений по ненадлежащей эксплуатации того иного объекта. Поэтому я думаю, что пробовать можно. Также обсудили тему спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья. Не только доступность самих спортивных учреждений, но и наличие специально подготовленного для работы с инвалидами персонала. Для инвалидов организовать, ну не клуб, но хотя бы группу какую-то, да, чтобы могли приходить инвалиды хотя бы раз в неделю, хотя бы раз в неделю, чтобы был специализированный тренер, преподаватель. Предложение внес Дмитрий Гашев. В городе Видное работает школа бадминтона, который позитивно влияет на состояние здоровья. Бадминтонную секцию как бы организовать для них. На школьной, около второй школы в зале. Там сейчас занимается детская школа бадминтона. Если это предусматривает там физиологические возможности людей, то мы можем два часа в неделю найти. Также в рамках поддержки инвалидов общественники обсудили создание реабилитационного центра на территории Ленинского района. Дмитрий Книгов, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.